Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, с утра наша задача с вами освежить в памяти те события, которые имели место быть ровно день назад, посмотреть, каким последствиям они привели в динамике финансовых активов и, соответственно, поставить новые ориентиры, если они будут требовать коррекции в соответствии с тем фундаментом, который также у нас на повестке уже текущей торговой сессии. Напоминаю, что в ходе этой недели уже, как признанный факт, наиболее интересное движение должна продемонстрировать британская валюта, потому что целый блок статистики посвящен именно перспективам Англии и каждый отчет, который мы анализируем по Англии, воспринимается сейчас с большим интересом, потому что каждый из них потенциально может стать определяющим для решения британского регулятора по процентным ставкам. Ноябрьское заседание, оно состоится, кстати, в самом начале, по-моему, 2 ноября, остается совсем немного времени. Очень большой интерес касающийся того, будет ли все-таки банк Англии действовать сейчас по ужесточению монетарной политики? Если да, то мы знаем, чем это чревато для курса национальной валюты, то есть любое проявление жесткости политики, и, конечно, уж фактическое решение – это мощный стимул для роста. Но не будем забегать вперед, все-таки еще почти 2 недели у нас есть, чтобы подготовиться к этому, и уже точно определиться, готов ли все-таки банк Англии на то, чтобы изменить вектор денежно-кредитного курса и начать уже следовать и делам засталом. Помимо этого, на этой неделе у нас крайне интересно смотрится Нептянка, потому что именно этот рынок сейчас тоже изобилует, скажем так, ближневосточным информационным фондом. Давно у нас сразу несколько регионов не подогревали интересы к нефти со стороны Ближнего Востока. Мы привыкли уже обсуждать только сделку энергетического факта, но сейчас вот это столкновение, инциденты, ситуация, напряженная между Ираком и Курдистаном, Ираном и Соединенными Штатами Америки – это потенциальные риски, которые воспринимаются, анализируются, скажем так, через призму влияния на глобальное предложение. Ну, обычно любой конфликт со стороны Ближнего Востока – это угроза для снижения предложения и потенциального назначения дефицита. Мы на это продолжаем делать акцент, хотя понимаем, что регионов даже в случае усугубления ситуации в том же самом Ираке и Курдистане будет недостаточно, чтобы снять проблему с перепроизводством, недостаточно, чтобы попробовать поспособствовать через последствия восстановлению баланса спроса и приложения, но все равно это рыночный фактор, спекулятивная новость, на которой котировка у нас продлокомотивом вверх. Что касается вчерашнего дня, то очередной торговый день для нефтянки – это день роста, закрытие на положительной территории, 58.11 по Brent. Сейчас торгуемся даже чуть повыше. Сегодня вы наверняка могли заметить то, что у нас было локальное открытие с небольшим гэпом, и сейчас для рынка нефти это практически уже обыденность, особенно в сравнении с тем гэпом, который мы наблюдали с начала торгов, собственно, этой пятидневки. Что же стало причиной локального интереса к черному золоту? Ну, это, конечно же, статистика по запасам нефти от Американского института нефти. Это пока частная оценка, это не правительственные данные. Я уже склонялся в пользу того, что на этот отчет трейдеры не отреагируют, поскольку более интересная сейчас ситуация на Ближнем Востоке. Но все-таки отреагировали, поскольку статистика не противоречила тенденции роста. Напротив, только поддержала уверенность локально присутствующих бухлов в том, что у нефти есть очень неплохие шансы у бренда добраться даже до 60 долларов за баррель. Запасы резко снизились на 7,1 миллион. Даже не изменили, не испортили настроение данные по небольшому приросту запасов по бензину. В целом ориентируются все на нефти. Сегодня, конечно же, вслед за Американским институтом нефти в центре внимания уже официальные данные от Администрации аналитической информации. Этот отчет классика в 17.30 в среду. Сегодня мы ждем этот релиз. Если посмотрим на оценку прогноза экспертов Global Plats, то будет значиться тоже снижение запасов нефти на 3,9 миллиона. И при этом запасы десятилетного бензина тоже должны просесть. Если, конечно же, статистика подтвердится, вот эти ожидания будут оправлены, тогда вот вам и еще один локальный триггер для такого же локального роста и WTI, и бренда. Помимо этого, не забывайте, друзья, насколько интересен сейчас фонд, связанный с геополитическими рисками в связи с ситуацией вокруг Курдистана. Столкновения, может быть, и сейчас не реализуются в острой фазе, хотя я думаю, что сейчас мало у кого есть возможность быть в центре внимания и знать, что реально там происходит. Ну, по крайней мере, те новостные сводки, которые касаются этой ситуации, сейчас не пугают, опять же, эскалации напряженности и так далее. Считается то, что Киркут, город, который, собственно, заняла иракская армия буквально в начале этой недели, находится под их контролем. То есть, вроде бы, как обеспеченная безопасность локальной нефтяной инфраструктуры, ну, есть уже первые признаки определенного снижения, замедления экспортных поставок, хотя Ирак уже сообщил о том, что это временное явление и поставки будут поддерживаться на необходимых уровнях, что могло бы, в принципе, успокоить трейдеров, но не тут-то было, как мы уже сделали акцент на то, что Ближний Восток — это тот самый регион, который может очень быстро изменить настроение, и конфликт может перерасти в нечто больше, более острую фразу. Поэтому все может быть в плане рисков для нефти. Курдистан, напомню, это потенциальный экспорт 600 тысяч баррелей в сутки. Ну, да, много, но большая часть, собственно, этих поставок, если верить тому, что иракская армия полностью контролирует этот регион, вряд ли находится под угрозой. Хотя какие-нибудь процентные показатели блокирования поставок все-таки могут иметь место быть. Также хочу отметить, друзья, то, что рост котировок, по идее, мог бы сейчас также поддержать интересы к продажам, потому что, если у нас есть предпосылки серьезного укрепления нефтянки, значит, есть почва для разговоров о том, что сланцевая активность США будет расти. Вы про это тоже не забывайте, но, как вы видите, сейчас участники рынка не собираются переориентироваться на продажи, потому что вот этот интересный, крайне насыщенный ближневосточный информационный фон пока что позволяет отыгрывать фундамент в пользу роста котировок нефти. Развернуться мы всегда успеем. Пока что не было у нас мощных, позитивных новостей для рынка, сейчас они появились. Даже я, казалось бы, уже закоренелый продавец этого сектора собственно финансовых рынков, вынужден признать, что да, такой информационный фонд способствует локальному бычьему раку. Единственное, что еще одним фактором поддержки для медведей являются прогнозы по росту сланцевой добычи. В начале недели мы видели доклад от администрации политической информации, что в ноябре производство может зависеть на 81 тысячу барр. Но это все-таки ноябрь, еще нам нужно закрыть октябрь, сравнить прогнозы с теми показателями, которые будут все-таки зафиксированы по сланцевому росту. Я думаю, то, что прогнозы администрации политической информации, они будут оправданы, но это все равно, опять же, те факторы, которые сейчас меркнут по сравнению с мощностью фундамента со стороны Ближнего Востока. Поэтому наш прогноз прежний остается в пользу сохранения длинных позиций до отметки в 60 долларов за баррель. Выше, ну, не знаю, вряд ли мы уйдем, хотя будем смотреть, насколько еще трейдеры будут готовы переключиться к ожиданию встречи ноябрьского комитета, который будет посвящен, опять же, обсуждению перспектив сделки энергетического пакта. Но это тоже новостной фонд ближайших недель. Пока работаем с тем, что есть на рынке, то, что способствует росту нефти. Рубль, соответственно, без возможности лицезреть слабости черного золота тоже чувствует себя довольно неплохо, хотя тоже мы здесь замерли буквально чуть выше поддержки 57 и пара демонстрирует довольно сдержанные движения. Можно предположить то, что эта поддержка 57 и является сейчас сакральным уровнем, ниже которого трейдеры не осмелятся пройти. Тем более, вот, кстати, вчера такой математический комментарий я давал по-моему московскому комсомольцу и вопрос был, насколько очреват опять же потери для российского бюджета в случае укрепления курса рубля против доллара на один пункт. Простите за татологию, выходит в сравнении. Я думаю, то, что если мы взвесим все цифры по нефтедобыче, если мы вычленим из этого показателя из годового объем, который идет на экспорт, то есть продается с всеми издержками, если мы переведем на стоимость пароля и посчитаем с учетом текущего курса, получится опять же формула, которая позволит нам сказать, что если с текущих значений курса пары доллар против рубля будет снижаться еще на одну фигуру, в данном случае это один рубль. То есть если мы увидим спустя какое-то время, я думаю, что только чудо в котировке 56 рублей против доллара, это будет стоить российскому бюджету потенциально около 30-35 миллиардов рублей. Конечно же, учитывая то, что он сверст на дефицитном, такие потери сейчас абсолютно недопустимы. Поэтому, друзья, я надеюсь, что вы понимаете, что в отношении российского валютного рынка должны действовать эти принципы, правила, которые четко указывают на то, что есть уровни, ниже которых пара не пойдет, и есть уровни, которые находятся повыше, находящиеся в прямой зависимости от тех цен, которые мы будем наблюдать по нефти. Евро против доллара. Сейчас котировки 1,1765. Вчера вся торговая сессия была сопряжена с повышенным спросом на доллар. Укрепление позиций американца привело к слабости золота и рисковых инструментов. Поэтому тенденция вчера была характерна для риска евро, австралийцы, новозеландцы слабостью. Но, однако, помимо доллара, на евро еще продолжают оказывать влияние политические риски, мы о них очень много говорили, это и провал абсолютной партии Меркель на выборах в Нижней Саксонии, это еще и обсуждение и вероятность крайне негативных последствий силового разрешения конфликта относительно принятия декларации независимости Каталонии. Напоминаю, что время движется вперед и Испания поставила еще в начале недели двухдневный срок для каталонцев, чтобы они отказались от инициативы к разглашению независимости. Этот срок истекает уже завтра, друзья, каких-либо новостей со стороны Каталонии нет, они гнут свою линию, по-прежнему у них сценарий предлагает движение по пути автономии и независимости. Если решения не будет по поводу возвращения в прежний территориальный состав, то есть в рамках Испании, если все-таки Каталония решит, что пора быть автономным государством, как это было уже подмечено в качестве итогов прошедшего референдума, тогда испанское правительство воспримет это как явный акт неповиновения. Это будет прецедентом и предпосылкой для инициирования 155-й статьи Конституции, которая позволит Испании лишить этот регион собственно этих автономных полномочий. Конечно же обязательно до этого дойдет дело, потому что если бы были предпосылки для урегулирования текущей ситуации, рынок бы уже о них знал. Но судя по всему придется нам еще, друзья, поработать с таким последствием как очередные народные волнения, когда самые рьяные сторонники скажем вот этой независимости безусловно выйдут на улицы, начнут выражать свое мнение, это спровоцирует еще одну волну протестов, стычек, стачек, как угодно можно сказать. В свою очередь Испания для подавления этих локальных волнений вынуждена будет задействовать и силовые ордены. И если две недели назад, когда реперендум прошел, количество пострадавших составило около 800 человек, и евро потерял больше фигуры, даже около 150 пунктов, возможно, нечто большее нас ждет еще впереди даже до конца этой недели. Поэтому политические риски, они сейчас на передовой, ни в коем случае не поступайте с ними, особенно если вы сейчас находитесь в длинных позициях, имейте в виду, что если евро очень лихо прольется сейчас с текущих позиций, это будет более чем объяснимо. Да и плюс ко всему еще и статистика индекса оптимизма ЗЮ, который вышел вчера по Германии и в целом, можно сказать, по еврозоне, снова снизился, данные по инфляции связывают о том, что индекс потребительских цен не растет, в годовом выражении в целом общий показатель 1,5%, базовая инфляция еще ниже 1,3%. И снова главный экономист ИЦБ Питер Пратчера говорил о важности сохранения экономических стимулов, но рынок уже присыпался этими комментариями, особенно с его стороны довольно часто он выступает, даже не знаю, с чем это связано, уже 5 конференций, по-моему, за последние 2 недели было, и, кстати, сегодня тоже у нас есть возможность послушать его, хотя вряд ли будет сказано что-то другое. Помимо этого, буквально через час 30 нас ждет до выхода данных по рынку труда Англии выступления пресс-конференции Драги, который будет уверен говорить и про монетарную политику, исходя из последних показателей по инфляции, исходя из политических рисков, исходя из приближающегося заседания, которое для многих оптимистов интересно тем, что свято верит о том, что Европейская Центральная Банка может анонсировать какую-то дорожную карту выхода из беспрецедентных экономических стимулов. Но об этом мы уже говорили и я не буду подчеркивать, почему шансы на это крайне низки. В общем, евро, друзья, остается у нас под давлением. Если не хочется спугнуть, конечно же, покупателей из доллара, но если американская валюта продолжит расти, то этот прессинг будет выражен еще более выраженным ключем. Фонд против доллара хай вчера на отметке 1.3286 мы видели, однако после, кстати, это произошло после того, как на рынке появились новости о том, что вероятность ужесточения монетарной политики собственно выросла с 67% по-моему до 85%, то есть вероятность роста процентных ставок уже 2 ноября. Следом у нас были опубликованы данные по инфляции, они только подтвердили верность такого подхода, потому что индекс потребительских цен достиг, как и было обещано осенью, вот этого экстремума уровня, который крайне губителен для потребительской активности и экономического роста в 3%, оказавшись выше, чем прошлая оценка в 2,9%. Даже базовая инфляция, которая не учитывает цены на продовольственные товары, на продукты питания, цены на энергоресурсы, уже находятся гораздо выше целевого значения, находится на отметке в 2, а сейчас базовая инфляция 2,7%. Карни, который выступал следом за выходом данных, снова напомнил, почему есть все предпосылки для того, чтобы повысить процентную ставку. Но вместо того, чтобы на этом фундаменте вырасти еще сильнее, вы прекрасно видели, как фунт ослаб, может быть, комментарии Карни и прочих представителей британского регулятора оказались пока неубедительными для участников рынка, но сегодня могут помочь определиться с тем, что будет с денежно-кредитным курсом, трейдерам данные по рынку труда. Особый акцент я предлагаю сделать на динамику роста заработных плат. И если этот отчет просядет на фоне последнего роста общего показателя инфляции, тогда уверен, то, что до конца этой недели британское руководство монетарным будет закидывать рынок сообщениями и вербальными опять же заявлениями о практически стопроцентной вероятности повышения процентной ставки. Это должно повлиять на настроение трейдеров и, соответственно, каким образом должно привести к росту фунта против доллара. Прежняя цель до конца недели она не отменяется и есть еще возможность добраться до отметки 1.34. Главное, чтобы отчеты, которые будут важны сегодня и завтра, этому поспособствовали. Доллар японская иена. Вчера, собственно, день начался с довольно тревожных заявлений послов дипломатов ООН Северной Кореи о том, что инцидент и противостояние с Соединенными Штатами Америки Северной Кореи и США только усугубляется. Я познакомился с этими заявлениями действительно мне стало страшновато. Я подумал, что уже не стоит надеяться на рост доллара и в принципе на таких заявлениях американская валюта могла бы казаться гораздо ниже против иена. Особенно в свете того, что любой конфликтный формат риторики он провоцирует уход трейдеров в защиту. Так вот, дипломаты Северной Кореи отметили, что еще ни одна страна не подвергалась такой угрозой ядерной расправы со стороны США как Северной Кореи. Но сейчас Северная Корея в принципе уже довольно сдержанно реагирует на эти комментарии, потому что уже также увеличила свой ядерный потенциал, точнее обрела, является полноценной ядерной державой. если Соединенные Штаты Америки это, между прочим, друзья, комментарии, которые были сделаны в ООН. Если Соединенные Штаты Америки попробуют посевнуть хотя бы на дюйм на священную территорию Северной Кореи, тогда им не избежать расправы, где бы они не были. Страшно, конечно же, слышать такие комментарии, потому что, я думаю, в столь остром ключе стороны уже долгое время не высказывались в адрес другого. Хотя позиция со стороны Штатов была более, скажем так, дипломатична и миролюбива, поскольку Штаты подтвердили готовность прямых переговоров с Северной Кореей для того, чтобы все-таки урегулировать этот конфликт. Хорошо, что участники рынка не подверглись этим паническим настроениям, которые в какой-то период времени были склонны для меня, и в итоге доллар вместо того, чтобы ослабнуть, показал рост. против иены. Я думаю, что рост американца связан с тем, что участники рынка продолжают изо дня в день анализировать сильные макроэкономические данные. Промпроизводство вчера отчета плюс 0,3% с прошлого, снижение минус 0,7%. И сейчас возможно даже более интересная тема, чем предстоящая декабрьская повышение процентной ставки, это кадровые перестановки. В рамках американского регулятора Трамп на еженедельной основе проводит множество встречи, обсуждает и рассматривает различные кандидатуры, которые могут потенциально сменить Елен уже в феврале 2018 года. И сейчас есть пять основных кандидатов, это Елен, Горж, Павел, Хон и Тейлор. Кстати, встреча с Елен, еще ее не было, она состоится по-моему завтра, и кто знает, может быть Трампу, учитывая как резко меняются его настроения и отношения к многим людям, может быть Джанет Елен сможет сохранить за собой полномочия на следующий кассов. Но сейчас в качестве наиболее вероятного кандидата рассматривается Джон Тейлор. Лично он неизвестен своими ультра жесткими взглядами, которые гораздо превосходят даже жесткую позицию в видении ситуации по монетарной политике даже Джанет Елен. Тейлор известен правилом Тейлора, который проводит параллели с оценкой глобального состояния мировой экономики, анализирует отдельные регуляторы и вот по мнению Тейлора сейчас ставки должны быть уже чуть ли не в районе 2%, тогда когда сейчас целевой диапазон 1-1.25. Гораздо ниже, чем могли бы быть. Если именно Тейлор станет преемником Джанет Елен, то тогда решения о росте процентных ставок их можно будет считать уже стопроцентными и декабрь это тот самый период и окончание 2017 года на которое мы с вами настраивались. Надеюсь, что оно станет крайне результативным для доллара и позволит наверстать и компенсировать все эти потери, которые пришлось принести в начале этого года. Пока что доллар и японская иена на отметке 112.30 неплохое состояние с учетом текучего информационного фона и тем более вокруг ситуации северной Кореи. Но это все равно еще мало. Нам нужно чтобы доллар был дороже и опять же не хочется накаркать сейчас. Надеюсь, что интерес к американцу будет сохранен дальше и к концу этой недели мы сможем подобраться выше отметки 113.00 Удели бы даже уже тестировать и замахиваться на сопротивление 113.50 Сегодня из отчетов уже косвенно отметил то, что рынок труда по Англии в 11.30 следим и смотрим за статистикой по росту заработных вклад и в 17.30 запасы нефти, которые могут стать дополнительным топливом для восходящего движения нефтянки. По другим активам все без изменений австралийцы даже несмотря на мягкие комментарии протоколов остаются на тех же самых уровнях что и день назад 0.78 45 мы оставим на движении австралийцы снова повторное тестирование поддержки 0.77 Новозеландец должен идти следом американский фондовый рынок пока подогревается сильными отчетами компаний результатов хозяйственной деятельности за прошлый квартал более 40 компаний еще должны отчитаться до конца этой недели пока что из 37 компаний которые уже отчитались сходящих состав СНП большая часть сообщила о росте о прибыли это тоже в соответствии с ожиданиями ну и потому что американский фондовый рынок продолжает переписывать исторический максимум по моему доу впервые за все время уже перевалил за 23 тысячи пунктов при том что не было даже намека на коррекцию после того как мы забрались выше 20 тысяч боязно сейчас находиться в длинных позициях я не устаю повторять об этом друзья пожалуйста если вы торгуете американской фондовой секцией и в частности индексами будьте крайне бдительны будьте готовы к тому что коррекция может случиться в буквальном смысле в любой момент на этом собственно все если есть вопросы как и всегда оставляйте их на нашем канале на ютубе параллельно ставьте лайки за которые всем вам огромное большое спасибо те кто еще не подписался на него сделать это потому что у нас контента очень много это контент не только в формате брифингов это и множество обучающих материалов и аналитика по ряду других финансовых инструментов которые будут вам полезны и интересны все что нужно сделать это подписаться и вы будете получать соответственно уведомления когда контент добавляется и обновляется хорошей вам торговой сессии увидимся завтра как и всегда в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перископ всего доброго до свидания до свидания